Чечерский район За средства, выделенные Евросоюзом, купили автомобиль, музыкальные инструменты и востребованный на селе хозяйственный инвентарь, после чего начали оказывать помощь жителям 23 малочисленных деревень, где проживают в основном одинокие пенсионеры. Для реализации наших задумок было создано три бригады. Это мобильная бригада для оказания социально-бытовых услуг, это информационная бригада и волонтеры. Смогли оказать весь необходимый спектр услуг жителям отдаленных малочисленных населенных пунктов, включая социально-бытовые, культурно-массовые, информационные, ну и другие. Помощь психолога, помощь нашего юриста. Музей хлеба в агрогородке Ботвинова – одна из самых известных местных инициатив, реализованных в Чечерском районе в рамках программы развития ООН. По большому счету, его открывали дважды. В 2014 году за собственные средства и в 2017, после получения международного гранта. В обоих случаях цель была одна – сохранение историко-культурного наследия. Однако результаты сильно отличались. Если ранее музей занимал всего две небольшие комнаты в местном культурно-спортивном центре, то сейчас это полноценное учреждение культуры с несколькими залами. По большому счету, теперь здесь можно не только принимать делегации, но и проводить фестиваль хлеба. Да помогли приобрести духовый шкаф, який умершая у себя 72 буханки хлеба. Вот это нам самая такая подспорья, когда у нас проходят какие-нибудь фестивали альбо святы, то нам, конечно же, легче за все департсовать. Контейнеры для раздельного сбора мусора в деревнях Оторского сельсовета появились не по щучьему веленью. Это тоже результат реализации местной инициативы, которую в свое время предложила местная власть. После закрытия мини-полигонов и увеличения в лесах количества несанкционированных свалок проблема сбора мусора стала особенно актуальной. На территории нашего сельского совета полностью установлены везде контейнеры для раздельного сбора мусора. И уличное освещение мы обыкновенные лампы дна поменяли на энергосберегающие светильники, на светодиодные во всех населенных пунктах. В Залесском сельсовете перед написанием проекта проанализировали ситуацию с безопасностью населения и пришли к выводу – необходимо обучать людей правильно вести себя в любой внештатной ситуации. После выделения международного гранта приобрели специальные манекены, гидрокостюмы и памятки. Мобильный класс оборудован на базе районного центра детского творчества, где каждую субботу проходят занятия с нашими детьми из всех школ и офисов всех учреждений образования Черского района. Ну и взрослое население посещает также этот класс. То есть достаточно интересно, нравится всем и знания, и навыки, которые там приобретены, каждому из нас обязательно пригодятся в жизни. Впрочем, даже если местные инициативы международной гранты не получают, их все равно стараются реализовать. В качестве примера сразу два музея, созданных за собственные средства местного киноконцертного центра в агрогородке Залесье. Музей пасхального яйца, великодный цут и развлекательный центр «Царство Бабы-Яги». Сказочная героиня, конечно, рекламный трюк. Посмотреть на ее царство и принять участие в организуемых здесь конкурсах приедет больше людей, чем в обычный музей сельского быта. Хотя задача у них одинаковая – пропаганда народных, традиций и культуры. И хотя проект в Чечерском районе реализовали всего год назад, креативный подход уже приносит результаты. Все новогодние представления уже забронированы. По большому счету, это пример для других музеев и один из главных, сделанных на семинаре выводов. Нужно заниматься активной пропагандой своих инициатив, а не ожидать, пока тебя кто-то случайно увидит в интернете. Скорее, не могут рекламировать себя. В каждом районе есть что-то уникальное. Я сама, выезжая в регион, для себя открывала новую Гомельщину. Хотя, вы знаете, что по своей работе я всегда выезжала, но немножко с другой спецификой. Но вот с этой точки зрения, с этой инициативой, я считаю, что у нас их много. И мы стараемся сегодня их позиционировать. Все равно все зависит от человека. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Чечерский район.